Приветствую вас, Галина. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете безумное ревнувших бывшего к новой девушке. Понимаете, когда есть ревность к бывшему партнеру, то есть невозможность оставить в прошлом человека, невозможность оставить в прошлом отношения. Здесь всегда речь идет о двух вещах. Вот чисто локально, не уходя в какие-то глубины, не уходя в прошлое. Именно вот про настоящее. Первое – это потребность. Второе – это негативный эффект от того, что вырастало. Это именно такой неприятный, можно сказать, осадок. То, как повлияло на вас расставать. Вот эти два момента. И функционально в настоящем времени, в настоящий момент, эти два кита держат вас вот в том состоянии. Немножечко в стороне стоит такой аспект, такой нюанс. Вы о нём сказали совсем скользко, вы его практически не упомянули больше. Вот в тексте «один раз» у вас это встречается так задним буквально числом, но встречается. Это история о том, что вам обидно, что он отнекивался, хотя всё ещё было очевидно. То есть вот вы пишете «плюс обижены за то, что когда всё и так уже было очевидно, он отнекивался». Говорите вы. Вот казалось бы, обижены на то, что он отнекивался, когда всё было очевидно. При том, что общаться с ним вы не хотите. Возвращать вы его, как говорите, не хотите. Но вам обидно, что он отнекивался. Знаете, вот здесь либо надежда есть надежда, надежда на то, что свою девушку человек бросит, к вам человек вернётся. Вот либо такая надежда, либо вы просто не доверяете себе. И вам нужно, чтобы вот ни много ни мало другие люди, партнёры вас, ну или ваши партнёры, не только в личных отношениях, но вообще в любых отношениях. В любых отношениях. Вот. Значит, вам нужно, чтобы эти люди вас направляли. Ну, именно направляли. То есть, что значит направляли. Что это значит? Это достаточно просто. Это значит, что самостоятельно принять вот какое-то решение. Именно самостоятельно принять решение. Вы не можете. Вот. У вас это сделать, ну вот, не получается. Не получается. Не получается. Принять. Такое решение. Такое решение. Да. Вот. Собственно, это то, что я бы указал в качестве основных моментов. То есть, тут, понятное дело, есть такой элемент, конечно, некоторого обобщения. Безусловно, есть некоторые элементы обобщения. Потому что, ну, мало достаточно информации. Вы о себе предоставили. Да? Мало информации. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что это вот такие общие моменты. Вопросы о недоверии себе. Недоверие себе. Собственно, это то, с чего вообще начинается то, что нужно, ну, чтобы человек согласился с тем, что вы пытаетесь, ну, образно говоря, там, до него, ну, до него, до него. А вот этот момент. Вот. С чем это связано? Это связано с тем, что вы не способны способно принимать решение. В первую очередь. То есть, что это значит, что вы не способны принимать решение. Это значит, что вы либо боитесь ошибок, вот. Ну, то есть, запрещает от себя совершать ошибки. Вот. Запрещает от себя как-то вот. Ну, здесь вот, здесь вот, эм, рискованно, может быть, вот, как-то так. Вы не привыкли, не привыкли себе добираться. И, наверное, 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 в этом, ну, собственно, и кроется проблема. Вот. Вот. Основная проблема. Вот. Ну, а что вы хотите с этим делать, и, собственно говоря, хотите ли вы с этим делать что-то вообще, это уже вопрос избавляться от, эм, 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 эм. Мысли о нем не нужны, гораздо, эм, ну, гораздо важнее понять, эм, для чего вы о нем думаете. Вот. Гораздо важнее понять, эм, чего вы хотите, думая о нем. Что вы нуждаетесь, думая о нем. Это, в общем-то, гораздо более, ну, гораздо более важнее истории, гораздо более важнее аспект, нечего, чем то, что вы говорите. Вы же хотите просто бежать, вы хотите просто забыть эти мислы, но как бы опыта вам это не даст, но вот и в новых отношениях вы скорее всего будете совершать эти же самые ошибки, ну просто потому что человек к сожалению так устраивает, что вот он ну совершается новые и новые ошибки, если не получает опыт но в данном случае об новом опыте вы не говорите для себя то есть нужно понять чего вы хотите Дальше Обижен Обижен А то что значит мужчина там от них голос гораздо было очевидно Что такое обижение? Опять же, с одной стороны, с одной стороны, вас это задевает, это с одной стороны, вас это задевает, напрягает, вот, с другой стороны, это важно, с другой стороны, вы ждете от человека каких-то действий, да, вы ждете от человека какого-то поведения, а он его не совершал, и, как бы, вы хотите, но вы не получаете, из-за этого, понятное дело, фрустрируйте, ну, наверное, наоборот, а я наоборот, но, снова, это такая вот, ну, это такая вот фрустрация, получается, фрустрация, можно сказать, нон-stop, да, потому что человек не дает вам то, что вы хотите. Дальше, обида используется для перекладывания ответственности за то, что вы хотите. Сами-сами вы это не делаете, ждете от человека, человек, который не делает, и обещает, фрустрируйте, вам неприятно. А сейчас здесь проблема с личной ответственностью. Следующий аспект, обиды, это манипуляция чувством вины, то есть, вы манипулируете, чувством без вины, человек, пытаетесь манипулировать. Так вот, это вот, ты не сделал, как я хотел, вот, ну, не поступил, не поступил, как я хотел, например. Ну, значит, я на тебя обидел, ты будешь в этом виноват. И, собственно говоря, вы обменяете человек. Ну, по сути, это такая история про отношение к партнеру. Ну, в большей степени, наверное, как к своей собственности, может быть. Понимаете? То есть, это вот, именно, что человек, на который вы обиделистен, ваша собственность, обидла ваша собственность тоже. И вот с этой собственностью вы, конечно, конечно же, ну, обиделаться не хочет. Потому что, если, если, если вы расстанетесь с этим, вот, то придется вам самой тогда что-то делать, а делать что-то, пока что вы не очень, не очень. Хотите. Вот. Или боитесь от этого. Тех же ошибок, например. Той же ошибки, например, боитесь. Которую может, ну, совершить, да, и так далее. Вот. Такой. Достаточно важный момент в этой ситуации. Дальше идем. Ну. Значит, как пристать думать? Ну, нужно понять, что там, что верит вас думать. Облагать на работу, на дела, помогать. Временно. Мысли все никуда не уходят. Я, ну, мысли нужно спрашить. То есть, вот, прям, ну, до конца понять, что же, собственно, случилось. Чем вас эта ситуация так волнует, вот, и когда, если вы сможете для себя этот момент, момент, уяснить, да, вот, то ситуация станет, ну, несколько более понятной, что ли. Несколько более логичной, что ли, для вас. Сейчас она, понятное дело, тяжелая, потому что никак ей не управляет. А все того, что не совсем понятно. Да, вот, что стоит за вашим миссом постоянно? Какой конфликт? С чего, с чем, когда стоит, эээ, конфликт, да, ваши миссы? Вот, о человеке-человеке. Ну, да, а ну, о мужчине, поскольку я уже говорил, как вы, эээ, говорите. Я, конечно, не обещаю, что вам не особо верю, но, тем не менее. Тем не менее. Дальше. Так, эээ, если же я спасал сообщения с другими людьми, один знакомый, даже при ударе, вместе с абсолютно, как бы, в различных, нет никаких желаний абсолютно. Ну, вот, здесь можно говорить, пожалуй, о некотором таком смысле жизни, смысле смысла жизни у вас. То есть, вы все-все вложились в отношения, вот, а себе-себе, получается, не оставили ничего. Вот, так сказать, это достаточно, тоже такой, ну, серверный момент. А, вот, потому что, если вы себе ничего не оставили, если вы полностью, вот, в отношения вкладываетесь, это говорит о чрезмерной значимости их для вас. Ну, вот, именно, получается, чрезмерные значимые отношения для вас. А это, собственно, говорит о том, что себя вы обесцениваете, чувствуете более-менее неплохо, только, ну, с кем-то. Вы стремитесь быть с кем-то, вот, и отвергаете нового человека, с одной стороны, по причине того, что он не может вам дать того, что давал другой человек, и это, наверное, нормально, а вам нужно только то, что давал вот тот человек. Это с одной стороны. С другой стороны, а вы же сравниваете их, а вот, ну, вы сравниваете вот этот вот людей, как раз, как раз таки, вот. И понятно, что, ну, как бы, не выигрывает, не выигрывает сражение тот человек, который давал им придавать. Вот это, опять же, такое вот достаточно материальное, материалистичное, я бы сказал, отношение к людям, к партнерам. Я вас сейчас не обвиняю, все, в общем-то, логично, все, в общем-то, вполне естественно, потому что, ну, вы так же относительно и к себе, скорее всего, приходите своей любовью, пытались купить хорошее отношение человека к себе. Вот, у вас это не получилось, вы теперь переживаете. Ты переживаете достаточный эффект. Дальше. Многие утвердили, чтобы просто общение с знакомыми, друзьями и знакомствами с новыми молодыми людьми, они меня вытащат из этого всего-всего. Нет, ну, это высыпать клин-клин-клином, по сути дела. Крайне сомнительное, я бы сказал, ну, крайне сомнительное занятие, вот, выбивать клин-клин-клином, честно говоря. Потому что никогда это не помогало, никогда это не работало. И если честно, я не очень понимаю, почему должно работать сейчас. Вот. Так что, советуем, к сожалению, не совсем, не совсем здесь уместно, не совсем здесь корректно, не совсем здесь позитивно. Так, значит, как это бывает от мыслей. Понимаете, вот вы как-то объективизируете свои мысли. Я бы это так сказал. То есть объективизация, что значит объективизация? Ну что, как бы, ну, есть вы, есть ваши мысли. Ну, на самом деле, нет, ну, на самом деле, нет. Есть вы и часть вас, это мысли. Хорошо. Вот. И соответственно, ах, нужно смотреть, чем эти мысли вызваны. И что их генерируют, скажем так. И не давлятся, а открывать. Открывать. Открывать их. Открывать их. Открывать их значения. Открывать их основания для появления. Да. И так далее. То есть это вот очень важный момент. И тогда вам, в принципе, уже не надо будет вызвать ответы. Они, собственно, станут сестью вас. Ну, пока что вы, вот, осенние редкетелины. И они вас, получается, контролируют. Вот они вас, получается, вами управляют, скажем так. Так. Дальше. Идем. Так. Иногда они становятся очень навязчивыми. Ну. Вот. Нужно смотреть, что за ними стоит. Пусть не могу остановиться от просмотра соцветы и представьте мою реакцию, когда вижу, что они оба онлайн. Нет. Если честно, ничего я не представляю вашу реакцию. Хочет, хотел бы, чтобы вы о ней рассказали. Хотел бы, чтобы вы описали ее. Я не знаю вашу реакцию. Если честно, не хочу знать, не хочу представлять. Нужно работать с тем, что реально существует. Дальше. Да, по-детски, но я не знаю, что удивительно. Ну, надо разбираться. Надо разбираться. Вот именно. Понять, что вами удивительно. Мне 24, и мы столько же были месяц, год очень привязали. Ну, смотрите. Привязали. Привязывается кто? Ребенок. К чему? К тому, кто может дать ему то, чем он нуждается. Значит, этот человек давал вам что-то, что-то. Ну, нужно понять, что именно. Так вот. Пока это не понятно. Пока. Непонятно. Что именно вы наставите. Я могу, конечно, предположить. Но не хотелось бы, честно говоря. Именно предполагать не хотелось бы. Хотелось бы, повторить, работать именно с фактами. Вот. Дальше. 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 Ах, значит. Следующее. Привязывается вкладывало многое. Зачем? Он еще и не оценил это. А должен был? Вы вкладывали для того, чтобы он это оценил. Прошло 3 месяца. Может, у кого-то есть похожая ситуация, как вы с ней боролись. Ну, вы обращаетесь к психологам, к специалистам. Мы здесь не делимся в таком формате личным опытом. Это возможно, но несколько в другом ключе. То же самое касается и советов. Психологи не дают советов. А помогают человеку разобраться в себе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи!